Доброе утро! Смотрите-ка, уже вторую пятницу я начинаю с того, что с нетерпением жду вечера. И опять же, не из-за усталости. Сегодня на Эспланаде торжественно зажгут головную елку. Хочется погулять, зарядиться праздничным настроением. Тем более, организаторы обещают прикольное шоу и спецэффекты. И приглашают всех желающих посмотреть представление. Начнется оно в пять часов вечера. Ну что, встретимся там? А пока пообщаемся здесь. Меня зовут Валерия Ермакова и вот о чем сегодня. Канты наточены, скользящие поверхности обработаны. А вот какие трассы открыты? Расскажем. Можно ли учиться в школе и уже получить профессию? Конечно, можно. Как сделать елку с помощью насоса? Мне стыдно и в первую очередь перед собой. Я сноубордист уже как 7 лет, но не за это мне стыдно. И не потому, что я не лыжник. А стыдно мне потому, что за прошлый сезон я ни разу не съездила покататься. Ни разу, представляете? В апреле я себе пообещала, что как только курорты откроются, я сразу поеду. Поэтому в эти выходные я поеду покорять склоны Пермского края. А вы когда планируете открывать горнолыжный сезон? Люди говорят. Когда вы собираетесь открывать горнолыжный сезон? На такой вопрос мы попросили ответить подписчиков телекомпании Веттова ВКонтакте. И как мы выяснили, большинство пермяков предпочитают менее экстремальные виды отдыха. Больше половины опрошенных респондентов к горным лыжам и сноуборду абсолютно равнодушны. Поэтому горнолыжный сезон открывать не собираются. А вот почти 37% на горнолыжный склон собираются в новогодние каникулы. А вот что люди говорят на улицах города. Ну, любители горных лыж и сноуборда, ну, где-то через полмесяца. Не катаетесь? Нет. А что, почему? А почему? Мне кажется, довольно экстремально, но и просто времени нет. Я не из Перми, я из более теплых краев, где не так развитый курорт, и поэтому нет. Вы же ничего не увлекаетесь, да? Собираюсь увлекаться в будущем, в данный момент нет. Ага. А вообще, когда открывается горнолыжный сезон, знаете? Без понятия. В январе, наверное. Или может даже сейчас, по количеству снега, если судить. Ну, я думаю, то, что он уже начался, скорее всего, нет? Ну, да. Снега много выпало. Вот. Как бы, думаю, люди катаются. Честно, когда откроется, не скажу, но знаю, что недавно знакомые ездили, пока все плохо. Знакомый поломал все лыжи, буквально проехался пару раз, и от них ничего не осталось. Готова одна трасса, плюс-минус, что можно кататься, а остальные все, ну, пока еще вообще никак. Ну, то есть, а когда приблизительно, как думаете, надо будет? Ну, я думаю, что где-то, может, через недельки-две после Нового года уже прям будет очень хорошо. Я в том суперничестве лыжников и бордеров выбираю борт. Я катаюсь на борде. У вас когда сезон аккуратный? Ну, когда есть кому с ребенком посидеть. Хоть в эти выходные, хоть в следующие. Ну, то есть, уже можно? Конечно, конечно. А куда обычно? Так, Ман. Или здесь. В черте города. Затянувшийся, я бы сказала, снежный сезон в этом году немного сдвинул привычные даты открытия горнолыжных курортов и комплексов. Ну, открыться-то они открылись, но не все трассы до сих пор доступны для катания. И всех горнолыжников и сноубордистов интересует только одно. Ну, когда уже? Сейчас все подробно расскажу. На горнолыжном курорте Такман для катания доступны уже все трассы, кроме лесных зон. На горнолыжном курорте Губаха пока что функционируют только две трассы – турист и учебная. Но уже завтра курорт планируют открыть для катания все 18 трасс. Завтра же, 17 декабря, свои склоны откроют Ашатли-парк. Скорее всего, покататься можно будет уже на всех шести трассах. В Жибриях точно открыты трассы Бивень, Арбат и две учебные. На остальных продолжается формирование снежных склонов. Горнолыжный комплекс Ивангора активно готовится к открытию сезона, но дата пока неизвестна. А вот центр активного отдыха «Полазна» полностью открыт для любителей зимних видов спорта. Кстати, в воскресенье на некоторых горнолыжках появится пухляк. И это я не про птичку-буроголовую гаечку, а про мягкий недавно выпавший снег. Для райдеров это самый кайф. Пухляк, конечно, просто так не появится. На выходных в Прикамье опять ожидают снегопады. Завтра, 17 декабря, небольшие, а вот 18-го, возможно, хорошо так выпадет. Надеюсь, к ним подготовятся не только лыжники и сноубордисты, но и дорожники. О других новостях Перми и Пермского края далее в новостном блоке. Не верите, что живая? Да, я и хотела. Видишь, верится. Еще укусит. Я сроду не видела такого большого карпа. Все вкусное. Сыровяленое, сырокопченое мясо, колбасы. И все свое от местных фермеров и производителей. В Перми развернулись традиционные предновогодние ярмарки. Белые шатры, как скатерть самобранка. От сувениров до подарков ручной работы. От чердонских гостинцев до шадейских пельменей. Все тут же хочется попробовать. Сладости, горячий сбитень, шашлыки, свежую выпечку. И сумки с пакетами очень быстро тяжелеют. От купленных деликатесов к праздничному столу. А вы что хотите? Ну... Мясо, да? Да. Кому на подарок? Маме? Ну, да. Можно и бабушке подарить, и сестре. Да, мы в первую очередь в эти дни думаем о своих родных. Ведь Новый год – семейный праздник. Кстати, и сам поход на ярмарку может стать развлечением для всей семьи. У нас как раз с 22 и 23 декабря с 13 по 16.00 будет анимационная программа у ДК Солдатова на площади. Там будет и Дед Мороз со Снегурочкой. Будут мастер-классы для детей, угощения. Они будут изготавливать подарки сами собственными руками. Поэтому обязательно приходите. Первые предновогодние ярмарки в Перми будут организованы городскими властями с 15 по 17 декабря на Ласьвинской 18 и маршала Рыбалка 109. А с 21 по 23 декабря на улице Советской Армии 33, на Уинской 10 и на площади перед ДК Солдатова, что на Компросе 79. Большая праздничная ярмарка будет проходить с 29 декабря по 8 января в 64 квартале городской эспланады возле ледового катка. Организаторы новогодних городских ярмарок – Пермский городской бизнес-инкубатор, партнеры мероприятия – Министерство промышленности и торговли Пермского края и Пермская торгово-промышленная палата. Наталья Тиньковская, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». Пермский край вошел в топ-10 регионов страны по выполнению дорожных работ, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом заместитель председателя правительства России доложил президенту. Отмечается, что Пермский край – постоянный участник нацпроекта. Благодаря финансированию удалось уложить более 120 километров региональных дорог и 50 километров уличной сети в Перми, Краснокамске и Добрянке. Также в этом году регион запустил программу «Мосты и путепроводы». На нее выделили более 700 миллионов рублей из федеральной и краевой казны. В 2022-м удалось привести в порядок 11 мостов в 10 муниципалитетах края. В России будут проводить бесплатное тестирование на грипп и другие респираторные инфекции в рамках ОМС. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным 14 декабря, уже вступило в силу. Решение о бесплатных исследованиях на грипп и ОРВИ принято из-за роста случаев заболевания, в том числе в сочетании с коронавирусом. Власти считают, что это позволит оперативно определить тип инфекции у заболевших и назначить подходящее лечение. В начале этой недели в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщали, что в регионе выросло число заболевших гриппом. К слову, заболеваемость коронавирусом в регионе тоже растет. За последние сутки выявлено 309 случаев заражения. Отмечается, что заболеваемость в регионе с конца октября находится примерно на одном уровне – от 100 до 300 случаев в сутки. При этом никаких ограничений, связанных с коронавирусом, в Пермском крае нет. В Пермском крае в эти выходные вновь может быть обильный снегопад. Однако, какие районы при Камье он затронет, пока неизвестно. Об этом сообщают специалисты ГИС Центра классического университета. В выходные дни ожидается появление нового юго-западного циклона, траектория которого пока не определена. С высокой вероятностью он принесет новую волну сильных снегопадов. Согласно расчетам, по одной из моделей наиболее сильные осадки ожидаются в Башкирии и на юге Пермского края. А по другой модели циклон пройдет существенно севернее. И в Перми даже не исключена оттепель. Недавно своему коллеге Егору Тверетинову рассказывала, что в детстве я мечтала стать дальнобойщицей. Сейчас, конечно, у меня такой мечты нет. Но хотя бы раз прокатиться на большой машине за рулем, ну вот прям хочу. К разговору подключилась Катя Рухтина и сказала, что если бы я была школьницей, да еще и к тому же жила в Кунгуре где-нибудь, то я бы и водить большегрузы научилась и на права сдала. Вот такие сейчас есть возможности у школьников региона. За рулем трактора Эльмар Саликов сидит с 7 лет. Все дело в том, что у семьи Эльмара большое хозяйство и без этих навыков население обойтись. В этом учебном году среди еще десятка школьников юноша получил возможность пройти профессиональные курсы тракториста и получить права. Я считаю, что нам был такой шанс, что нам повезло. Ну и еще это бесплатно все обучение. После школы, не знаю, может решу продолжить хозяйство родителей. Права будут там дальше учиться, другие категории получать. Чтобы получить права, ребятам необходимо изучить теорию и откатать все положенные часы практики. К каждому школьнику нужно откатать по 6 часов. Это значит на колесный трактор и примерно столько же на гусеничном. Обучение школьников проходит в рамках проекта «Первая профессия», который реализует Центр, опережающий профессиональные подготовки Пермского края при поддержке Краевого министерства образования. Занимаются ребята на базе профессиональных образовательных организаций при Камье. Мы взяли за основу две специальности. Это трактористы и повара, то есть та база, которая у нас, ну вообще база неплохая, материально-техническая, и на этой базе мы готовим школьников. Утверждены программы по обучению. Теорию дети проходят и как в самой школе, и преподаватели наши туда могут выехать, и дистанционно, при помощи интернета обучаем. Практику проходит непосредственно здесь, на нашей базе. Реализовывать программы профессионального обучения школьников стало возможно после создания в Пермском крае в рамках нацпроекта образования Центра опережающей профессиональной подготовки. Его задача – стать агрегатором и оператором по профориентации в Прикамье. В 2022 году первой профессии обучились школьники разных территорий Пермского края. Но нам наиболее ценен опыт, который именно в Ардинском районе. Муниципалитет определяет перечень наиболее востребованных в районе профессий. Центр опережающей профессиональной подготовки реализует программы именно по этим профессиям. Ценность этого подхода в том, что обучение проходит именно по тем профессиям, которые востребованы в конкретном муниципалитете. Пройдя обучение, школьники получают соответствующий документ, а значит, уже могут пойти на свою первую работу. Свидетельство о квалификации сегодня получил первый поток операторов ЭВМ. Это востребовано не только среди молодежи, это востребовано среди работодателей. Я уверен, что и вторым этапом у нас будет безусловный успех. Ребята активно будут участвовать в этом проекте. И я уверен, что сельские территории таким образом закроют ту серьезную кадровую проблему. В следующем году перечень специальностей и территорий, участвующих в проекте, будет больше. Екатерина Рухтина, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». Заплатить 10 рублей и посетить 10 музеев. Думаете, развод? Нет. Это новогодний подарок для всех переменков и гостей края. Подробнее об этом в рубрике «Свободное время». Пермский зоопарк приглашает на новогоднюю елку. 17 декабря посетители ожидают праздничная программа «Подарки. Показательное кормление белых медведей. Разные приятные неожиданности». На центральной площади для гостей подготовят развлекательную программу с участием Деда Мороза и Снегурочки. Главные действующие герои наступающего праздника придумали для юных посетителей конкурсы, загадки и игры. Пермский краеведческий музей проводит акцию «Новогодний подарок от музея». В преддверии главного праздника года он дарит пермякам и гостям города возможность посетить экспозиции по символической стоимости за 1 рубль. Акция продлится до 30 декабря. Участвуют все филиалы Пермского краеведческого музея Перми и Пермского края. В галерее «Марис Сарт» выставка Татьяны Нечухиной. Называется она «К вечеру выпал снег». Это такой взгляд на пройденный жизненный путь. Личная картина мира, которую воспроизводит художник. В этой вселенной, как нити в ковре, переплетаются воспоминания из далекого прошлого, где брат еще совсем малыш и жива бабушка. И нити настоящего, в котором взрослая дочь, мастерская, собственный дом и одушевленное существо города, чью судьбу разделяет художник. Выставка традиционных народных промыслов и ремесел Пермского края «Живые традиции Прикамья» открылась в центральном выставочном зале. В экспозиции предмет народных промыслов, характерных для Прикамья, коллекция в том числе отражает разнообразие национальной палитры края. Особенности разных народов, традиционно населяющих наш регион. Коми Пермяков, Татар, Башкир, Удмуртов, Морийцев и Русских. Все они вписывают свои краски в живописную картину художественных изделий народных промыслов региона. Одна из особенностей выставки рядом с музейными экспонатами располагаются художественные изделия уже современных мастеров. Идея заключается в том, чтобы показать, как традиция может быть полезна современному человеку и как она способна влиять уже на нашу реальность. «В доме тепло» – так называется выставка галереи «Дом Бане». Ее автор – Анастасия Попова. Магистральная тема работы – это любовь к дому. Она может выглядеть, как кошка, выбежавшая из окошка, или как белье, сохнущее на солнце в дворе Приморского Градка, или как ветхая бабушкина избушка, не сдающая ни градуса тепла, крепким за оконным морозом. 20 декабря кинотеатр «Синема Парк» приглашает на премьеру о захватывающем путешествии двух братьев Чук и Гек «Большое приключение». Фильм снят в Пермском крае по мотивам рассказа Аркадия Гайдара. Работу представит актер Александр Самойленко. У зрителей будет возможность сделать фото с артистом и взять автограф. Напомним, что в основе сюжета история о двух дружных, но озорных братьях Чук и Гек живут с любящей мамой в столице и скучают по папе, который работает далеко на севере. Решив во что бы то ни стало встретить наступающий Новый год вместе, они отправляются в захватывающее путешествие к таинственным Синим горам. Теперь их ждет самое большое приключение в жизни. Ведь в новогодние праздники возможны любые, даже невероятные чудеса. Рождественский фестиваль начинается в понедельник в органном зале Пермской филармонии. Его открывает сольный концерт выдающегося виолончелиста Александра Князева в программе сюиты для виолончели, соло иоганна Себастьяна Баха. В качестве солиста Князев выступал практически со всеми крупнейшими оркестрами мира, знаменитыми дирижерами и ведущими исполнителями. Его называют преемником Ростроповича, с которым виолончелист неоднократно работал на одной сцене. В афише фестиваля много семейных и детских концертов. Ну а завершится все 14 января французским Рождеством. Так называется концерт группы «Классе джаз» под управлением Олега Матвеева. Их концертная программа – это головокружительное смешение эпох, стиле и настроение обещают публике филармония, саксофон, волынка и орган, а также французская гармоника, кланет, рояль, бас-гитара и ударные создадут неподражаемое звучание в этот романтический вечер. Не упускайте возможности провести свое свободное время увлекательно, иначе будни нам этого не простят. Большинство пермских новостных лент предупреждают о том, что последняя декада декабря может выдаться очень холодной. Синоптики обещают минус 25, минус 30 и даже минус 35 градусов. К морозам стоит приготовиться и подготовиться. А так как в последнюю неделю перед праздниками до бытовых хлопот руки просто могут не дойти, напоминаем, что создать уют и тепло в доме может помочь компания «Сквознякам нет». Она специализируется на ремонте пластиковых и алюминиевых окон и дверей, утеплении, модернизации окон. Их слоган «Сделаем как для себя». О чем еще рассказывают наши коллеги, узнаем в пресс-параде. МЧС России после недавних крупных пожаров в торговых центрах обратиться в Кабмин для организации внеплановых проверок всех крупных торгово-развлекательных центров и складов. Отмечается, что в рамках проверок сотрудники Государственного пожарного надзора будут оказывать всю необходимую методическую и консультативную помощь собственникам российских ТЦ и складов. Совет Федерации одобрил закон о росте МРОТ. С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда составит 16 242 рубля. В сопроводительной записке указывается, что благодаря новому закону уровень оплаты труда увеличится для 3,5 миллионов работников бюджетной сферы. Планируется, что в перспективе МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке. Его рост будет зависеть от темпов увеличения прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране и превысит их на 3% пункта. МВД внесло на рассмотрение правительственной комиссии законопроект, который предусматривает наделение сотрудников силовых ведомств полномочиями по проведению ежегодного мониторинга уровня жизни и данных о доходах сотрудников исполнительных органов, имеющих специальные звания, в том числе покинувших службу и их семей. Право на сбор информации получат Министерство внутренних дел, Росгвардия, Федеральная служба исполнения наказаний и не только. Предположительно, закон вступит в силу с 1 января 2024 года. За 11 месяцев 2022 года в мире было задержано 533 журналиста. Это рекордное количество, превышающее прошлогодний показатель на 13%. Об этом сообщается в ежегодном отчете Международной организации «Репортеры без границ». Больше всего журналистов под стражей находится в Китае – 110 человек. На втором месте по числу задержанных журналистов Мьянма, где под арестом находится 62 работника СМИ. Далее следуют Иран, Вьетнам и Белоруссия. В России, по данным организации, задержано 18 журналистов. В этом году также выросло число убитых журналистов – 57 человек. Уже, наверное, лет 10 выбор елки не ограничивается, только настоящий или искусственный. Как показывает практика, новогоднее дерево можно создать из всего – из книг, из деревяшек. Можно просто вот так вот нитку разместить на стене, повесить гирлянду, шарики – и готово. И каждый год есть свой тренд на нестандартную елку. Если вы готовы к такой в этом году, то приготовьте ручной насос и знаменитые латексные изделия. Это цветочки, это шарики, ну, бусы еще можно. В принципе, чем угодно можно елку украшать, да? Да, елку можно украсить чем угодно. Но мы же ведь зашли к дизайнерам не для того, чтобы спросить, а, все, что в доме есть, все пойдет? Конечно, пойдет. Мы решили узнать, из чего можно сделать елку, чтобы, ух, чтобы все удивились. И для этого нам надо глаза только вверх поднять. Вон туда. Для этого нам нужно поднять глаза вверх, да, и увидеть воздушные шары. Елку можно украсить даже воздушными шарами. То есть ее сконструировать по большому счету? Нет, вы можете поставить вашу елку, неважно, это будет живая или декоративная, и добавить сюда просто гирлянду из воздушных шаров. Гирлянду можно собрать либо из подручных дома средств, то есть либо это бечевка, веревка, лента, ну или леска, чтобы ее не было видно. То есть надуваете шары разного диаметра, чуть побольше, чуть поменьше обычным ручным насосом, и плавненько спускаете верхний шар поменьше, потом чуть побольше, поменьше, побольше, побольше, и пошли, чтобы у вас весь объем ушел. А, передавать еще надо, да? Да, естественно. То и получается, что мы составляем эту конструкцию, алгоритм такой большой, маленький, большой, маленький, и сверху вниз. Я все правильно понимаю? Да, все верно. Сверху вниз и вверху у вас должна получиться большая шапка из воздушных шаров. Там вы можете поставить коробочки упакованные с подарками, с домашними, и ждать Нового года. Да, легко, главное поднять будет. А сейчас про цвет. Можно же сделать однотонную, а можно, наверное, из разных шариков, да? Ну, да, то есть это уже на вкус и цвет, но, конечно, если она будет однотонная, то это будет смотреться элегантно. Если она будет разноцветная, можно добавить огоньков разноцветных, также на гирлянде же они могут быть, да. То есть вот на эту елку из воздушных шаров можно же и гирлянду. Блести гирлянду, да, то есть это все будет блестеть и радовать вас, и не сдуется самое главное. Ну, просто так ведь ничего не бывает. Значит, дизайнеры тренд подхватили. Значит, сейчас не только просто искусственные елки в части, а именно из воздушных каких-то шариков. Наталья Тиньковская, Сергей Антонович, телекомпания «Ветта». Про такое обследование, как электроэнцефалограмма, мы уже выпустили несколько передач. И они настолько бурные отклики вызвали, что я даже немножко в шоке. Вы пишите нам множество слов благодарности, не только за раскрытие темы, но и за то, что заметили какие-то недуги у своего ребенка и теперь знаете, куда можно обратиться с этой проблемой. И вот честно, я уже считаю своим долгом продолжить рассказывать про обследование на электроэнцефалографе. На электроэнцефалограмме можно увидеть когнитивные вызванные потенциалы. Это исследование проводится для оценки умственных способностей. Это тоже используются аппараты ЭГЭ. Точно так же накладываются электродики, но на уши подается звук. Одеваются наушники. И получается, мы же с вами как думаем, мы слышим звук. Мы же об этом не задумываемся. Он поступает по рецепторам слуховым в головной мозг, в слуховую кору, и там анализируется. Так вот, математиками давным-давно точно так же установлены время, скорость, через сколько должен достичь звук слуховой коры. И называется это латентность, такой термин. И точно так же рассчитаны время этой латентности на каждый определенный возраст, хоть от новорожденности, хоть до человека пожилого возраста 90 лет. И когда такое обследование делают, тоже никаких на других обследованиях ничего нет, а здесь находят, например, несоответствие латентности этому возрасту, удлинение. Это тоже говорит о том, что слуховая кора незрелая, идет неправильная обработка этого информации звукового, а не то, что ребенок сидит в школе, отвлекается, и как Иван Семенов-Ворон считает. Нет, ему такому ребенку нужна медикаментозная коррекция. Получается, что спектр возможностей электроэнцефалографа очень обширный. Еще раз напомним, при каких ситуациях можно получить направление на обследование. Первое, конечно, это любые судороги. Это стандартно. Второе, это обмороки, это заикания, это тоже ближе к судорогам, это травмы головного мозга, задержки речевого развития, нарушения сна, любые, особенно у ребенка до года, если ребенок вообще не спит, то есть тоже можно быть. Неврозы, энурезы, задержки речевого, все вегетососудистые дистонии, все головные боли, мигрени, подобные головные боли. Также это обследование стоит пройти, если ребенок чрезмерно активный. Но в любом случае к нему лучше всего подготовиться. Я обычно рекомендую мамам с маленьким ребенком до 3 лет, если они собираются на такую процедуру, обязательно в интернете набрать проведение электроэнцефалографии у детей, посмотреть эту методику. Сейчас много в Ютубе таких программ, как одевается, как чего. Если ребенок приходит подготовленный на обследование, у него такое обследование получается с первого раза, потому что иногда бывает так, ребенок придет, он проревет все обследование, никакого результата не будет. Почему? Потому что обследование происходит в спокойном состоянии, как мы с вами сейчас сидим, и еще и с закрытыми глазами. Просто пройти это обследование, так сказать, для профилактики, без каких-либо показаний, конечно, можно в частной клинике. Но лучше всего идти с каким-то конкретным запросом. Специалисту необходимо знать, на что больше акцентировать внимание. Хочу рассказать вам прекрасную, в кавычках, историю о том, как я провела вечер вторника на этой неделе. Нет, я не была на свидании, не смотрела спектакль, не гуляла, наслаждаясь украшенным городом. Я в течение часа раскапывала свою машину, потом еще какое-то время пыталась выехать, и удалось мне это только с помощью неравнодушных автомобилистов. Но суть истории даже, наверное, не в этом. Припарковаться у дома я не могу со вторника, потому что вся парковка выглядит как огромный сугроб. А она, между прочим, платная. К слову, претензий к тому, насколько быстро и качественно почистили дороги после снегопадов, в этом году лично у меня нет. А вот к тому, как пользоваться предоставленной услугой, платной, вопросики не только у меня имеются. Всем привет! В прошедшие выходные город буквально завалило снегом, произвав движение на многих городских улицах. То, что творилось во дворах, вообще без комментариев. Прошла неделя. Как мы видим, некоторые улицы в центре города почистили. Но вот что творится на парковочных местах в центре города, они, к слову, платные. Мы хотим выяснить. Это рубрика Авточат. Я редко по городу езжу. Так что особо как-то это... У нас на районе чистят нормально. А это где? На Садовом. К сожалению, не чистят. И это очень печально, потому что, в принципе, место парковочное в центре города и так найти порой непросто. А с учетом всего и вот этих сумасшедших куч и всего... Ну, сейчас это нереально, к сожалению. Мы находимся в центре города. Здесь вот чуть дальше знак платной парковки. Но, как мы видим, нормальной, комфортной городской среды нет не только для обычных автомобилистов, но и трудности испытывают люди с ограниченными возможностями. Вот человек сюда подъехал. Явно он здесь испытывал проблемы для того, чтобы припарковаться. Но это еще полбеды. Ему нужно еще было как-то выйти из своего автомобиля и зайти потом обратно. А здесь, как мы видим, явная снежная каша. Ситуация в целом плачевная, так как очень часто я паркуюсь в центре города. И, ну, видимо, может, потому что большой поток машин и дорожные службы просто не успевают их чистить. Но я думаю, из-за этого тоже есть выход. Поэтому, ну, все очень плохо. Я не знаю даже, как это сказать, потому что просто не припарковаться. Даже если припаркуешься, потом не факт, что ты выйдешь оттуда. Это приходится самому даже иногда чистить. Я вот иногда сам даже выложу, чищу. Скажите, вот с прошлым годом можете сравнить, как было? Может, помните? Я помню, да. В прошлом году было лучше. Не только платные парковки не почище. Не почище, но вообще ничего. Как будто машин-то из снегоборочных у нас вообще не существует в Перми. А представляете мне на такой машине, как ездить? Это полный трэш. В прошлом году снега навалило позже. А тут первый снег и все сразу. Все забыли, как пользоваться машинами. Ну что ж, как мы видим, ситуация, конечно, с парковками в центре города плачевная. Но, как говорится, слезами делу не поможешь. Ну а вы оставайтесь с нами. И обязательно, конечно же, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ветто и к дороге. Там еще больше дорожных новостей. И обязательно присылайте свои фото и видео. Мы, конечно же, их опубликуем. Но на этом у меня все. Увидимся. А сейчас давайте немножко подогреем ваш интерес, чтобы вы не забывали включать ветту и по вечерам. Небольшой спойлер от Егора Тверетинова про рубрику «Дополнительное время». А вы знаете имя летчика из Перми, которого сбили в 44-м над Латвией? Считали его погибшим. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Но оказалось, что он выжил и после войны, вплоть до 94-го года, прожил в нашем городе. Его именем даже названа улица на Крохолевке. А вот эти ребята в зале знают. Его имя Анвар Гатаулин. А еще не знают других героев. Летчиков, танкистов, снайперов, артиллеристов и многих других. Это все пермские школьники, участники военно-патриотической игры «Кубок героев». Она проходила на базе гимназии номер 7. За команду гимназии номер 7 выступала Анна. Она учится в 9-м классе. Я люблю нашу страну. И выступать, участвовать в таком мероприятии для меня очень ценно, очень важное. И вообще, я активистка. И я за любое движухо. Историю страны и имена своих героев мы должны знать всегда. А еще мы должны помнить, что до Нового года осталось совсем немного времени. Придет период обжорства. Главное правило – уменьшить количество салатов. Да, это вкусно. Но если мы хотим, чтобы нашему организму не было так тяжело в праздники, нужно от них отказаться. Если делаем овощи, то, например, овощная нарезка, какая-то мясная. Мы уже исключили колбасы всякие. Вот чем меньше мишанины за столом будет, тем лучше. То есть это все, во-первых, это нагрузка большая на органы пищеварения. Да, ну и вообще на весь организм нагрузка большая. А еще я расскажу о том, что танцевать полезно, а также порассуждаю, как воспитывать своего ребенка. Обо всем этом смотрите сегодня в программе «Дополнительное время» в 19 часов 15 минут на телеканале Ветта. Сегодня Китай входит в круг друзей нашей страны. Но что мы знаем о нем? Что китайцев больше всех на планете? Или что территория этого государства занимает третье место в мире? Что дешевый товар и его козырь? Ими он запрудил весь мир? Но все эти данные из области очевидно-стереотипного, а вот что Поднебесное позволяет развиваться так поступательно и мощно, вот это уже интересно. В Пермской художественной галерее готовы предметно обсудить эту тему. Под небом Востока. Так называется выставка, которую сегодня демонстрирует Пермская художественная галерея. Она входит в масштабный выставочный проект, посвященный столетию главного музея края. Экспозиция искусства Поднебесная, едва ли не самая масштабная. За всю историю галереи здесь зрителям гарантировано знакомство с разными техниками, стилями и историческими периодами, начиная с 17 века и заканчивая 20-м. В китайском искусстве не было, как в европейском, например, сменяемость по стилям. Один стиль, например, художественный сменял другой стиль. Нет, там не было и нет сейчас. И все то, что создавалось в древний период, оно оставалось жить. И, скажем, те техники, которые были освоены в древнейший период, они повторялись. Это одна из основ, традиционность искусства. С точки зрения рачительного отношения к бюджету, история идеальная. Понятно, что современные китайцы успешно осваивают все полезное, что придумал остальной мир. Но приоритетом остается именно традиционное искусство, которое не выходит из моды. Надполагать, так и работает инстинкт национального самосохранения. Заодно потребительские рефлексы скромнее. Вот летят в Китае тысячелетиями драконы на шелковых свитках и становятся с каждым годом только дороже сердцу. Напомним, что именно этой стране наша планета обязана изобретением шелка и фарфора. Они-то и составляют основную часть экспозиции. Образ дракона в обличии карпа. То есть карп, когда он перепрыгивает через водопад, он становится драконом. То есть это преобразование, перевоплощение. И вот это, скорее всего, перевоплощение здесь и изображает художник. А перевоплощение через преодоление или не обязательно? Да, через преодоление. Каждое изображение не ради красного словца, или другими словами, имеет не только декоративную ценность, а еще и глубокое символическое значение. Если хотите, говорит о национальном характере. Таким образом, любой предмет классического китайского искусства – это еще и предмет для мировоззренческого разговора. Вся коллекция из запасников галереи, она включает около тысячи экспонатов. Порядка двух сотен из них и составили выставку «Под небом Востока». Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Знаете, что меня радует? Что каждую неделю мы дарим нашим телезрителям подарки. У вас тоже есть возможность их получить. Заходите на наш телеграм-канал «Ветта. Эх, дороги» и принимайте участие в конкурсе на знания правил дорожного движения. На этот раз мы разыгрываем топливную карту. Поэтому заходите и участвуйте. Желаю вам удачи, прекрасной пятницы и насыщенных выходных!